Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская и коротко о главном. Работа торгово-развлекательных центров без ограничений. Возвращение школьников с 1 по 5 классы за парты в комбинированном формате. Новое постановление санврача сегодня вступило в силу в Кустанайской области. Высокотехнологичная помощь, реабилитация детей с особенностями в развитии и сельская медицина. На эти направления будет выделено больше средств. Подробнее расскажет Яна Гала. Министерство сельского хозяйства в этом году серьезно изменило свой подход к выдаче субсидий. Теперь государственные деньги смогут получить мелкие, средние и крупные хозяйства. Татьяна Калюжина с подробностями. До конца этой недели ученики начального звена и пятых классов вернутся за школьные парты. Пока в комбинированном формате обучения. Накануне соответствующее постановление вынес главный санитарный врач области. Какие предметы будут преподавать дистанционно и обязательно ли школьная форма. А также о других пунктах нового постановления, которые ведут к послаблению карантина, расскажут наши корреспонденты. Вчера главный санитарный врач региона подписал постановление, согласно которому разрешается переход на комбинированный формат обучения учеников начального звена и пятых классов. В других областях республики это случилось раньше, поэтому и школы области готовили к этому. Составлялись расписания, регулировался график обучения. В целом, говорят в управлении образования, школы могут приступать к занятиям хоть сегодня. Но так как не готовы родители и ученики, то переход на комбинированный формат во всех школах произойдет до конца этой недели. Как правило, по нормам в классе обычно 25 человек, где-то 26 человек будут сидеть за партой, может быть, по два ученика. Потому что, увы, кабинеты не располагаются, чтобы каждому поставить отдельную парту. И у нас парты рассчитаны на два человека. Если же количество детей в классе будет больше, то вопрос об организации учебного процесса на местах будут решать директора школ. Также каждый ребенок должен иметь с собой антисептик и маску. Что касается непосредственно учебного процесса, то 70% предметов в комбинированном формате обучения будут преподаваться в школе. 30% же вынесут в дистанционку. Какие именно каждое учреждение образования будет решать самостоятельно. 30% на дистанционное – это могут быть уроки физкультуры, уроки труда, предметы самопознания. А языки, конечно же, наверное, необходимо включить. Я так думаю, что каждый планирует включать. Тем более, до комбинированного обучения у нас были организованы индивидуальные группы, каникулярные, по желанию родителей. Постановление о санврачом области подписано только вчера. В родительских чатах уже активно обсуждают вопрос о школьной форме. В этом вопросе ответ управления образования категоричный. Требовать школьную форму организации образования не имеют права. Главное требование – опрятный внешний вид учащегося. Министр образования еще изначально, когда мы входили в дистанционный формат обучения в начале учебного года, он уже тогда сказал, что школьная форма не требуется с учетом сложившихся обстоятельств. Тем более, что до нас были доведены и методические рекомендации разработки Министерства образования, где они еще раз повторили о том, что школьная форма не требуется, лишь бы ребенок был чистый и опрятно одет. Что касается учеников шестых, седьмых, восьмых и десятых классов, то пока однозначного решения нет. Сейчас решается вопрос о возможном их возвращении на школьную скамью в начале четвертой четверти. Кроме того, в новом постановлении появился еще ряд изменений. Разрешение на работу без ограничений по времени и дням недели получили торгово-развлекательные центры, продовольственные и непродовольственные рынки. Спортивные мероприятия теперь будут проходить со зрителями с наполняемостью не более 20%. И все это при условии нахождения области в зеленой зоне. Сельская медицина, высокотехнологичные операции и реабилитация. Именно на эти направления в этом году значительно увеличилось финансирование. Такими данными поделился Фонд социального медицинского страхования. Приоритетными также оказались программы по реабилитации и школьная медицина. А квота на ЭКО для Кустанайской области увеличена в 6 раз. Более подробно о финансировании бесплатного объема медицинской помощи и в рамках ОСМС в нашем следующем материале. В 2021 году Фонд социального медицинского страхования и средств ОСМС поставил задачу обеспечить повышение амбулаторно-поликлинической и стационарозаменяющей помощи. Значительно увеличивается финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это 39 миллиардов тенге. 21,8 миллиардов выделено в рамках обязательного медицинского страхования. В сравнении с 2020 годом рост составил 6%. Хотелось бы отдельно выделить, что в прошлом году и в этом году задача фонда – это расширить объемы оказываемой медицинской помощи. То есть это, например, в части реабилитации. В части реабилитации в прошлом году у нас освоение составляло порядка 500 миллионов тенге. В этом году выделено у нас 2,2 миллиарда тенге, то есть рост на 4%. По программе «Комкорлык», которая направлена на медицинскую реабилитацию детей с особыми потребностями, в прошлом году был открыт реабилитационный центр на базе Руднинской многопрофильной больницы. В этом году дополнительно выделены средства для реабилитации детей из этой категории. Кроме того, увеличилось финансирование высокотехнологичной медицины. У нас в этом году ВТМУ действительно очень хорошо увеличилось, в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось объем финансирования. Если в прошлом году он составлял у нас 84 миллиарда тенге, то в этом году уже 417 миллиардов тенге. И основная сумма, конечно, пошла в рамках УСМС. За счет увеличения финансирования сельской медицины на 20% планируется увеличить доступность медицинских услуг для жителей сельской местности. Если в прошлом году это было 3 миллиарда тенге, то в этом году в Кустанайской области эта цифра составляет 4,8 миллиардов тенге. У нас увеличивается финансирование, это школьная медицина, порядка 600 миллионов выделено на нашу область. Затем оказание КДВ услуг, обязательно консультативно-диагностические услуги. Также выделено, если в прошлом году они составляли порядка 5 миллиардов, то в этом году уже 7 миллиардов тенге. То есть идет также рост и на консультативно-диагностические услуги. Хорошие новости и для тех, кто стоит в очереди на ЭКО. По республиканской программе квота для Кустанайской области в этом году увеличена в 6 раз. В целом же по республике шанс стать родителями получат 7 тысяч пар. К другим темам. Накат на проезжей части, снег на обочинах, деформированные дорожные знаки. Все это было выявлено специалистами Кустанайского филиала Национального центра качества дорожных активов в результате мониторинга республиканской трассы М-36 в пределах Федоровского района. Причина проверки – многочисленные жалобы населения. Мои коллеги продолжат тему. В проектный офис Кустанай Адалтык-Аланы, как отмечает его руководитель, стало поступать немало жалоб о жителе областного центра на очистку автомобильных дорог республиканского значения. К примеру, по направлению от областного центра к Федоровке. Напомним, что именно в этом направлении находится поселок Озерный, вблизи которого трассу задавают чаще, чем в других местах. Последние бураны, которые в регионе идут с 18 февраля, серьезно добавили работы дорожникам. Сейчас в настоящее время идут после сильных буранов и обильных осадков, которые, по данным Гезгидромет, за февраль месяц в 2-4 раза выпало больше нормы. Сейчас на данный момент идет полная работа по расчистке дорог, на полностью уширение автомобильных дорог от снежных валов. Всего в регионе числится 1428 километров республиканских трасс, где работает техника. Она работает до сих пор круглосуточно и без выходных. Сотрудники проектного офиса Кустанай Адалдык-Аланы замечания не выявили, а вот специалисты Национального центра качества дорожных активов приводят свою статистику. Они провели 30 выездов на дороге и выявили 116 замечаний, из которых 80 уже устранены. На этом участке дороги работы еще много. Есть снег на обочине, дорожное полотно имеет местами накат, не очищена от снега часть автопавильонов. Соответственно, потому что из-за большого снегоперемета и выпавших осадков в течение суток больше нормы, здесь много нареканий по снежному накату, по переметам, необеспеченному проезду. Соответственно, мы выезжаем, инспектируем, проверяем все участки, какие нарекания есть, выявляем. У подрядчика Казахавтодора не всегда хватает техники, в чем они позаимствовали их с других областей, дабы устранить все нарекания по большому количеству снега на проезжей части. Не всегда это получается. Дорожно-техническая инспекция при департаменте полиции Куснойской области тоже в числе участников группы проверки. До этого они уже провели 292 обследования дорог и выписали 338 предписаний по ним. За неудовлетворительное содержание дорог к ответственности привлечено 19 должностных лиц. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Смертельное ДТП вновь произошло на трассе, на которой за неделю до этого погибли сразу 7 человек. В этот раз столкнулись с легковой и грузовой автомобилем. Как нам стало известно, автокатастрофа произошла 9 марта примерно в 21 час 35 минут на 37-м километре автодороги Кустаная-Уликоль-Сурган, недалеко от поселка Айсары. Столкнулись легковая автомашина Hyundai и большегрузная фура. В результате ДТП водитель легковушки, 37-летняя жительница Кустаная, скончалась от полученных травм. 32-летний водитель грузовой автомашины не пострадал. Предварительной причиной ДТП в департаменте полиции области называют то, что женщина не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть». Напомним, 2 марта на 70-м километре этой же трассы произошло ДТП с участием двух внедорожников. В результате погибли все находившиеся в автомобилях люди. Выяснилось, что еще одна гибель произошла 4 марта на дороге, которая ведет к Красе Кустанай-Уликоль-Сурган. Тогда при повороте в район областного психоневрологического диспансера водитель легкового автомобиля не пропустил встречную машину. В результате смертельной травмы получила пассажирка-нарушителя. По данным пресс-службы департамента полиции, за два месяца 2021 года в области было совершено 32 ДТП, в которых 35 человек получили ранения и 8 погибли. И получается, что за 9 дней марта в трех ДТП погибли уже 9 человек. Некоторые подробности о личности фигурантов преступления, которое было совершено 8 марта в Кустанайе, появились в сети интернет. Стали известны должность подзреваемого и профессия погибшего. Напомним, преступление было совершено ночью в центральной части Кустаная. Департамент полиции Кустанайской области сообщил, что в ходе конфликта между двумя мужчинами один выстрелил с другого из зарегистрированного ружья. Идет досудебное расследование по статье убийства Уголовного кодекса Казахстана. Подзреваемый, который являлся действующим сотрудником полиции, задержан и арестован. В сети интернет появились сведения о личности фигурантов дела. Еще раньше начальник департамента полиции области Бекита и Магомбетов сообщил, что мужчины были одноклассниками. Им по 37 лет. Конфликт между ними начался в групповом чате, в котором полицейскому поступил ряд угроз. Согласно появившемуся снимкам, полицейский занимал должность начальника отдела одного из управлений полицейского департамента. Его оппонент был врачом-стоматологом. Указаны также их точные анкетные данные и даже личность свидетеля, который приехал вместе с потерпевшим к дому подозреваемого. О причинах конфликта, который привел к трагическим последствиям, пока ничего не сообщается. Наркотические вещества в некоторых учреждениях, связанных с их легальным оборотом, хранились в помещениях с недостаточной технической оснащенностью. Эти и другие правонарушения и даже преступления выявлены полицейскими областями в ходе проведения операции допинг. В ходе проведения ОПМ было проверено 11 лечебно-профилактических учреждений, 9 аптек и одно промышленное предприятие, связанное с оборотом прекурсоров. Выявлено 3 правонарушения, предусмотренные статьей нарушения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, 5 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности и безрецептурный отпуск. Ну и, конечно же, 3 факта по статье 427, которые гласит нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений, которые хранят наркотические средства. Также в сфере незаконного оборота наркотиков выявили 10 преступлений, связанных с их сбытом, 1 факт их хранения в особо крупном размере и 3 наркопроступка. В текущем году за истекший период времени из незаконного оборота изъято более 6 килограммов наркотических средств, из которых 217 грамм – это героина, порядка 123 грамм – марихуаны, 5 килограмм 641 грамм – горшиша, а также порядка 25 граммов синтетических наркотиков. Более подробно обо всем вышеописном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале «Аллау Ютуб» и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. Наличие агротехнических карт для получения государственных субсидий отложено в Казахстане на два года. Напомним, что агрохимкарты, как обязательный документ для получения господдержки, сельхозтоваропроизводители должны были иметь на руках уже в начале этого года. Однако агробизнесмены неоднократно обращались в Минсельхоз с просьбой отсрочить их введение. Татьяна Калюжная продолжит тему. В Министерстве сельского хозяйства рассказали, что в конце прошлого года они серьезно пересмотрели механизм субсидий и устранили все перекосы. Сейчас у ведомства есть единый подход и нет акцента на определенную отрасль. К примеру, выделять больше денег лишь на мясную, а не на растеневодство. Но самое важное, что теперь доступ к субсидированию имеют и крупные, и средние, и мелкие хозяйства. Изменены пороги для доступа к субсидированию мелких и средних фермеров. Для повышения эффективности господдержки за счет увеличения объемов субсидирования по базовым субсидиям планируется к 2025 году увеличить приобретение сельхозтехники в полтора раза, применение минеральных удобрений в 1,4 раза, приобретение высококачественных семян в 1,2 раза. При этом главным принципом господдержки станут ее стабильность и преемственность. Это позволит аграриям прогнозировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Что касается наличия у казахстанских аграриев агрохимической карты для получения субсидий. Напомним, что это новшество планировалось ввести с 1 января 2021 года. И первые два месяца было неизвестно, будет ли это требование вводиться. Чиновники в Минсельхозе подчеркнули, что введение этой нормы отложено на два года. И приказ об этом сейчас на рассмотрении. Приказ проходит в стадии согласования. Сейчас он находится на публичном обсуждении. Все могут внести свои комментарии, на которые мы соответственно ответим, дадим свою позицию. После этого он будет направлен в государственные органы. И в итоге мы ожидаем все-таки его принятия. Прошлый год, вы знаете, он был особый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сектора экономики. И по агрохимическому анализу есть определенные сроки его проведения. На основании многочисленных обращений отраслевых союзов, акиматов областей и самих сельхозпроизводителей мы приняли решение их предложение поддержать. Но при этом необходимо сказать, что отмены нет. Рассматривается Минсельхозом и вопрос о введении поэтапных встречных обязательств для бизнеса. То есть теперь при выделении субсидий государство будет просить от фермера возврата, но не денег, а, к примеру, повышение производительности труда на его предприятии или же наращивание объемов производства, либо диверсификацию посевных площадей. Перечень встречных обязательств сейчас только рассматривается, и новшества эти будут вводить поэтапно, подчеркнули Минсельхозе. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. Кустанайский студент стал одним из лучших на международном уровне. Глеб Ихласов из Кустанайского автодорожного колледжа завоевал серебро на соревнованиях WorldSkills, где за победу боролись 33 участника из России, Японии, Китая, Малайзии, Индии, Казахстана, Республик Корея и Белоруссии. Парень претендовал на звание лучшего в компетенции сетевое и системное администрирование. С призером международного уровня познакомились наши корреспонденты. Глеб Ихласов представлял Казахстан на международном чемпионате WorldSkills. Молодой человек в нелегкой борьбе уступил лишь участнику из Японии. Это первый настолько крупный чемпионат в его жизни. Сам Глеб до сих пор не может поверить в такой успех. Парень признается, что уволнение и переживание были на протяжении всего чемпионата. Я участвовал в компетенции по сетевому и системному администрированию. Нам давали инфраструктуру для настройки. Задания были комбинированы. Нужно было настроить сетевое оборудование ЦИСКа и сервера на Windows и Linux. Нынешний международный чемпионат по стандартам WorldSkills с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона проходил с 1 по 4 марта. За победу по пяти направлениям боролись 33 участника из России, Японии, Китая, Малайзии, Индии, Казахстана, Республик Корея и Беларуси. В итоге в компетенции сетевое и системное администрирование серебро взял студент 4 курса Кустанайского колледжа автомобильного транспорта. Готовил Глеба к соревнованиям его преподаватель Николай Булат. Глеб в прошлом региональном чемпионате занял первое место в данной компетенции. Сейчас он готовится к национальному чемпионату для участия в дальнейшем. Естественно, конечно, победы там и участие в мировом чемпионате. Выбор компетенции в чемпионате для Глеба не случайен. В дальнейшем парень планирует связать свою жизнь именно с программированием и системным администрированием. Всегда, когда ты участвуешь в чемпионатах, ты сразу понимаешь, что есть безграничное море возможностей, которые ты можешь обуздать. Даже когда мы разбирали задание оригинального, я увидел, что, блин, как много всего я не знаю, что можно изучать, на что нужно делать акцент. В апреле в Кустанае пройдет очередной региональный чемпионат WorldSkills, где свои силы смогут проверить талантливые ребята со всей области. Глеб тоже планирует в нем участвовать, хотя основную ставку он делает уже на соревнования мирового уровня. Алексей Кудрявцев, Валерия Зиновьева, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok